Преступления против церкви, пожалуй, никого не оставляют равнодушными, и людей, их совершивших, иначе как безбожниками не назовешь. Однако подозрение в краже двух напрестольных крестов и двух тысяч рублей из монастырского храма пало именно на служителя церкви. Была получена информация, что накануне приезжал молодой человек, который непосредственно хотел работать и жить на территории Свенского монастыря. Но день он поработал, и вечером в нетрезвом состоянии был замечен, что не приветствуется в монастыре. Сотрудниками милиции был составлен фоторобот подозреваемого. Проведена проверка всех маршрутов возможного выезда из города. Установить злоумышленника помогла женщина, продающая билеты в комнату ожидания железнодорожного вокзала. Позже 35-летний гражданин Украины пояснил, что приехал в Брянск, чтобы поступить в число братьев из Свенского монастыря. По его словам, он знал бывшего настоятеля, отца Никодима, и ему очень нравился Брянск. Но после первого рабочего дня решил расслабиться и выпил. Принял водку, то есть распивал спиртные напитки, ну и в этом состоянии залез в храм, украл два креста и деньги. Зачем разбил окно в храме и украл святыни, несостоявшийся монах пояснить не смог. При задержании у мужчины похищенное было изъято и позже возвращено в обитель. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, которая предусмотрит наказание до 5 лет лишения свободы. Александр Новиков, Владимир Родин. События Брянск и поселок Супонева. Александр Новиков, Владимир Родин.